Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Мот Алла, канадская танцовщица, в основном известная своим танцем Семи Вуалли. Хотя ее и не считали опытной танцовщицей, она сыграла в песне Оскара Уальда Соломея, исполнив главную роль, то, что привлекло большое внимание. Я пользуюсь Википедии. Во время Первой мировой войны она подала в суд на британского члена парламента за клевету против утверждения о том, что она была лесбиянкой, и что немецкие агенты использовали ее сексуальную ориентацию в качестве основания для шантажа, чтобы заставить ее шпионить в их пользу за британским правительством, но потерпела неудачу. Судебный процесс возродил общественное недобрение Оскара Уальда, чей собственный неудачный процесс оклеития привел к его аресту, осуждению и тюремному заключению за садами двумя десятилетиями ранее. Родилась в 1873 году. В молодости Алан любила фортепиано, была очень музыкально одарена. Ее учительницей была мисс Лихштейн, известная в то время преподавательница фортепиано в Торонто и Монреале. В 1887 году ее мать, брат и она сама переехали в Сан-Франциск, Калифорния. Она давала концерты в домах богатых людей, живущих в Сан-Франциско. Таких, например, как Адольф Сутро, немецко-американский инженер, политик, филантроп, который занимал пост 24-го мэра Сан-Франциско. По слухам, он был ее дедушкой и биологическим отцом ее матери. Есть достаточно приказательств, чтобы предположить, что это правда, поскольку у семьи было мало денег, но они смогли отправить в частную школу-интернат и позволить себе дом в богатом районе Сан-Франциско, принадлежащий Сутро. Несмотря на то, что ее семья испытывала финансовые трудности, ее мать ставила на то, чтобы она уехала в Европу, чтобы продолжить образование. Все через шесть недель после того, как Алан уехала продолжать свою карьеру в Германии, ее брат совершил то, что было известно как преступление века. Он был обвинен и осужден за убийство двух молодых женщин в баптистской церкви Эммануила. Алан не смогла попрощаться с своим братом, потому что он был повешен 7 января 1898 года в тюрьме в Сан-Квентин. Она была еще в Берлине. Алан начала свою танцевальную карьеру после встречи с Фиоруччи Бузони, директором Мейстершуле в Германии, где она изучала фортепиано после окончания учебы в Берлине. Предположительно, Алан впервые танцевала перед Бузони, и он пришел в восторг от ее выступления, попросив ее прекратить уроки на фортепиано и вместо этого заняться танцами. Дебютировала на сцене в Вене 24 ноября 1903 года в возрасте 30 лет. Танцевала под Медельсона, Бетховена, Баха, Шумана, Шопена, Шуберта и Дебюси. Гастролировала с этим выступлением по всей Европе и в течение следующих пяти лет побывала в Льеже, Брусселе, Берлине, Лейпциге и Кельне. Эти пять лет были решающими для закрепления смены карьеры. Алан с пианистки на танцовщицу и признание ее талантов в рядах Асидоры Дункан и Рут Сен-Дени. Пьесой, поставившей Алан на вершину танца в Европе, было «Видение Соломии», премьера которой состоялась в Вене в декабре 1906 года. Отзывы о ее танцах, как правило, были критическими. Говорила, что они мало что добавляют к существующей культуре, созданной Асидорой Дункан. Однако та часть 20-минутного представления, которая действительно заинтриговала зрителя, была шокирующей. Алан танцевала топлис. Ее тело было прикрыто только замысловатыми украшениями. Она приняла решение танцевать топлис, потому что верила, что ее тело – это ее инструмент. В 1909 году решила, что за ее следующими целями будет Москва и Санкт-Петербург в России. Во многих лицензиях ее сравнивали с Асидорой Дункан и критиковали отсутствие у нее самообладания по сравнению с работами Дункан. Отзывы подчеркивали ее страсть и старания, но российская аудитория жаждала большего профессионализма и чистоты в движении. Некоторыми из ее самых известных гостей был царь и российская царица. В 1910-м начала гастролировать по Соединенным Штатам. Путешествовала по Южной Африке и Индии, Дальнему Востоку, исполняя номера из своего существующего репертуара. Ее выступления в целом были хорошо приняты зрителями и критиками. В конце 1915 года вернулась в Соединенные Штаты и появилась в немом фильме, где исполнила на экране отрывки и изведения Соломей. В 1936 году она в последний раз публично выступила в Лос-Анджелесе, музыкальной ассоциации сообщества Redlands. В 1942 стала водителем-волонтером скорой помощи в Красном Кресте. В 1943-м переехала в Лос-Анджелес и 13 лет проработала рисовальщицей Макдональд Айркрафт. В Санта-Монике Аллан никогда не раскрывала свою точную сексуальную ориентацию из-за общественных норм. Но есть достаточные доказательства, позволяющие сделать вывод, что она была связана с женщинами на протяжении всей своей жизни. В первую очередь с Марго Асквитт и Верной Олдрич. Была замужем за Гербертом Генри Асквиттом, премьер-министром Соединенного Королевства с 1908 по 1916 год. Умерла 7 октября 1956 года в доме престарелых в возрасте 83 лет. Вот так вкратце о канадской танцовщице Мотт Аллан, урожденная Бьюла Мотт-Даран. Пока-пока, до свидания, смотрим фотографии.